А к нам присоединились гости, это отряд УИД, точнее пресс-центр первый в городе, да что-то в городе в области, пресс-центр отряда УИД. Девчонки поправили, если неправильно говорю. Лотоцкая Екатерина, Франчук Полина, Выгузова Анастасия и Семенюк Екатерина, это старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, в общем, нашей местной господинспекции. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Объясните для меня, что такое ЮИД? Юный инспектор движения, Вань, ну ты что, как с гор спустился. Расскажите лучше про открытие центра, мы знаем, что у вас центр первый в городе открылся. Давайте я, наверное, расскажу, как руководитель. Мы присоединились к этому движению совсем недавно, зародилось оно буквально полгода назад в России. Основными, так скажем, двигателями ее стали всероссийская газета «Добрая дорога детства». Ну и, конечно же, госавтоинспекция. В городе Ангарске мы открылись 6 февраля, это вот совсем не так давно. Ну и первыми стали в Иркутской области. Помимо того, что, ну, как бы, юные наши инспекторы занимаются пропагандой безопасности дорожного движения, ребята, состоящие в пресс-центре, они еще и занимаются пропагандой за счет средств массовой информации. А у вас корпоративная есть форма, это косички, я правильно помню? Нет, это так получилось сегодня. Как всегда, одинаковые причем. Да, да, я говорю, форма какая-то. Девчонки, давайте у вас, наверное, спросим, вот у Настя, вот я тебя запомнила, потому что я дочек-то вижу. Расскажи, пожалуйста, ты можешь взять микрофон, он не кусается. Расскажи, пожалуйста, тебя привлекает вот работа какая-то журналистская больше? Почему ты пришла работать в пресс-центр, чем вы там занимаетесь, интересно вам знать? Ну, мне вообще интересно эта профессия как журналист. Я бы хотела, наверное, в будущем стать журналистом. Ну, и привлекательно меня очень сильно. Мы делаем видео, снимаем их, монтируем их сами все. Монтируем сами умеете? Да. Ух ты, и где научились? В школе у нас есть студия. Вот, Парина, наверное, душа просто всей компании. Хохотунца. Просто настроение всего вот этого движения. Парина, расскажи, чем ты в пресс-центре занимаешься, и что тебе нравится там делать? Ты монтируешься, снимаешь ролики, что делаешь за ведущего. Или ты просто все настроения подняла, и все хорошо? Ну, мы занимаемся, Настя сказала, мы снимаем ролики. Мы придумываем сценарий, прорабатываем все так, что у нас есть свой инстаграм. Ух ты! Мы его недавно взвели. Подписывайся, ставь лайки. Да. А сценарии какие? Вот такие вот прям серьезные, да? Тема же серьезная все-таки темой занимается. Мне кажется, им для того, чтобы дети обращали внимание на проблему дорожно-транспортного травматизма, им нужна какая-то легкая подача. Правильно я понимаю? Был ролик про акцию «Жизнь». Там дети выстраивали слово «Жизнь», там, ну, мы выстраивали. Когда ты едешь за рулем, ты должен знать, что твоя жизнь просто стоит... Это бесценно, что там малейшее движение там за рулем, это можно лишиться жизни. Понятно. Спасибо, шеф. Катя, давай с тобой поговорим. Она у нас такая присела на локоточек, а хочет тоже сидит. Катя, расскажи, пожалуйста, а вот у тебя как-то был соблазн так по-честному перебежать дорогу в неположенном месте? Это, может быть, звучит страшно, да, с одной стороны, но у нас в городе, положа руку на сердце, да и в других городах, не везде есть пешеходные переходы, где нам хотелось бы, да, обходить что-то приходится. Вот был какой-то соблазн? Или уже, будучи юным инспектором движения, ты себя ограничиваешь от таких поступков? Нет, было сментально, когда я переходила дорогу, и там приезжал мой папа. Это было очень, конечно, неожиданно, и потом, конечно, мы разговаривали насчет этого, и больше я так не делаю. Ну, то есть, то, что дорога, как бы там пешеход был слишком далеко. Мне надо было на ту сторону, чтобы забрать сапоги его с ремонта. И как бы я такая, ну, зачем туда идти, можно так перейти. Друга вроде как бы не опасная, ну, и вот моментом там приезжал папа. Попалась, называется, карма настигла. Ну, вот так. Какие-то места в городе проблемные вы мониторите, что касается каких-то, например, ян, где отсутствуют вот пешеходы, да, в необходимых местах, где чаще вступят из какой-то аварии. Да, вот такие места вы мониторите, как ты сотрудничаете с ГИБДД по вот этому? Как бы информация поступает, конечно, от отдельных образовательных учреждений поступает информация, где вблизи них, ну, какие-то недостатки в уличной дорожной сети образуются. Информацию мы эту передаем нашему отделению, которое занимается конкретно, вот, дорожным надзором. Ну, что касается девочек нашего пресс-центра, то все-таки направление мы хотим взять именно профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, то есть это пропаганда соблюдения дорожных правил. Ну, и потом, впоследствии, может быть, уже где-то будем подключаться и вот к этому. У меня работа профилактическая большая, проводится с администрацией в том числе. Могу сказать, у нас не так давно была одна из основных проблем, это то, что когда горит зеленый сигнал для водителей на светофорных объектах во многих местах города, в этот же момент шли пешеходы у нас. И достаточно большое количество ДТП с участием пешеходов было. Сейчас данные светофорные объекты перестраиваются, отдельно вводится фаза для пешеходов, для движения. Где-то это, может быть, увеличит время ожидания на данных перекрестках, но, тем не менее, обезопасит наших пешеходов. А вот я знаю, что движение в Ангарске ЮИТ или объединение называется «Зеленая волна». Я ничего не путаю, правильно? Или это раньше так называлось? Нет, действительно, есть у нас такая ассоциация, называется она «Зеленая волна». Это ассоциация именно отрядов юных инспекторов движения, которая объединяет достаточно большое количество городов Иркутской области. В рамках, ну, под эгидой данной ассоциации проводится большое количество мероприятий профилактических. Наш пресс-центр немножко как бы отдельно идет, конечно, но все-таки мы все время взаимодействуем. Мы знаем, что отряд ЮИТ или пресс-центр, правильно, я пока еще путаю, то есть, в общем, объединение ЮИТ, именно ангарское, оно в области и даже на всероссийском уровне отметилось, и прямо даже на слуху говорят. Расскажите, какие такие заслуги? Вообще, открытие данного пресс-центра, это была наша идея, с нашей подачей. Мы разговаривали с главным редактором вот этой всероссийской газеты. Если до этого пресс-центры открывались, ну, только при поддержке данной газеты и больше, так скажем, по их инициативе, то здесь инициатива открытия данного отряда, так скажем, была только наша. Мы своими силами делали открытие, направляли информацию туда, и теперь публикуемся в этой газете, направляем туда свои материалы по проведению различных мероприятий, акций. Ну, вот так вот. А кто может вступить в ваш пресс-центр или в отряд ЮИД? Например, сейчас увидят по телевизору мамы, ком-то ребенка, и захочет ребенка отдать, чтобы он и сам сдал, не нарушал правила, и других своих там одноклассников, друзей наставлял. А как вот прийти можно, куда? Вообще, в каждом образовательном учреждении есть свой отряд ЮИД. Это команда, которая выступает на конкурсе «Безопасное колесо» ежегодно. Да, он именно на муниципальных этапах проходит, и потом областной, и всероссийский. Помимо этого, данные отряды занимаются профилактической работой. Если хотят вступить именно в наш пресс-центр, то это только ко мне. Вот так вот, да, это только ко мне. Вот с девочками в ближайшее время запланировано съемки социального видеоролика. Давайте, наверное, они поделятся. Давай, девчонки, о чем ролик расскажите? Одна говорит, другая хохочет, все как по традиции. Так, кто будет говорить? Полина? Настя. Бумеран добра. Один человек, например, ребенок делает какое-то доброе дело, и потом дальше передается это по цепочке. То есть водитель, он сделал доброе дело, а потом водитель делает доброе дело. А дело доброе связано с чем-то конкретным? По ПД, по дороге. Спасибо большое. У нас в гостях были девчонки из пресс-центра УИД. Это Лотоцкая Екатерина, Франчук, Полина, Выгузова Анастасия и руководитель пресс-службы пресс-центра Екатерина Семенюк. Это старший инспектор по пропаганде дорожного движения нашей местной госавтоинспекции по совместительству. Спасибо большое. Спасибо. Вам огромное спасибо.